Всем привет! Сегодня будем знакомиться с редкими тувинскими кабанами-рыболовами, посчитаем чукотских медведей и выясним причины сокращения популяции тюленей. Подробности далее. В Туве сотрудникам заповедника Псу-Нурская котловина удалось заснять семейство кабанов, которое отправилось на рыбалку из-за нехватки лакомства на суше. Во время научных исследований пять взрослых особей и больше десяти поросят попали в объектив видеокамеры на озере Упсу-Нур. Как оказалось, животные вышли на мелководье, чтобы разнообразить свой привычный рацион из ягод, корней и семян растений с сытным османом. Такое поведение специалисты связывают с адаптацией к месту обитания и климатическим условиям. После более детального изучения видеорыбалки кабанов сотрудники заповедника продолжат исследовательскую деятельность, чтобы установить, является ли массовая рыбалка регулярным явлением для тувинских кабанов. В заповеднике острова Врангеле ученые России и США провели исследование чукотско-аляскинской популяции белых медведей. Изучение популяции хищников проходило в рамках реализации соглашения Русско-Американского сотрудничества по сохранению видов дикой флоры и фауны. Полученные сведения обработают к середине этого месяца и представят на международной конференции по теме сохранения белого медведя, которую проведут на Аляске. В рамках совещания специалисты примут дальнейшее решение по сохранению чукотско-аляскинской популяции редкого зверя, а также план исследований на 2017 год. В частности, эти исследования дадут понять, сокращается, увеличивается или находится в стабильном состоянии численность хищников. Ученые Командорского заповедника выяснят причины сокращения редкого вида тюлениантура, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. За последние 15 лет его численность на Командорах сократилась более чем в два раза. Для того, чтобы организовать исследование, Командорский заповедник принял решение принять участие в программе грантов Всемирного фонда дикой природы. Итоги розыгрыша грантов будут подведены в конце ноября. Сумма поддержки составит около одного миллиона рублей. На эти средства ученые планируют провести крупномасштабные исследования в 2017 году. В частности, они намерены приобрести три современные фотоловушки, которые будут установлены на залежку в тюлени и дадут исследователям всю информацию о жизни антуров на морском побережье, их передвижениях к кормовой базе и так далее. Это были самые хищные новости науки на сегодня. Пока!